Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся и мы продолжаем озвучку фанфика ТХВ от автора Аденаис Ватерлой. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Также хочу напомнить, что предыдущая, 20-я часть, озвучена на Бусти. Ссылка на Бусти тоже будет находиться в описании под видео. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение, если вы до сих пор этого не сделали. Ну а у нас глава 21, которая называется «Боль». И поехали! Чимин стоит на крыше. Глядя на темное ночное небо, вдыхает прохладный воздух и запахивает полы пиджака, ежась от холода. Все готово к запуску фейерверка, поэтому пора уходить, но он медлит, слушая дыхание за своей спиной. Касание пальцев, теплая и надежная ладонь слегка сжимает, не отпускает. Ему хочется облокотиться на спину позади себя и забыть обо всем, окунуться в объятия, провалиться словно в облако, но внутренний стопор постоянно тормозит и не позволяет расслабиться. Он все еще чувствует себя униженным, грязным и недостойным нормальных отношений. Юнги смотрит на русую макушку, тонкие плечи, изящную шею. Так и хочется прильнуть к ней губами, но скованность Чимина просто парализует его. Он боится сделать лишнее движение, спугнуть и без того закрытого парня и все испортить. Но даже такой крошечный фрагмент близости в виде прикосновения пальцев уже большой прогресс. Нужно спуститься и позвать гостей. Вздыхая, говорит он и поворачивается. Юнги встречается с ним глазами, все еще удерживаясь за руку. Чимин смотрит несколько секунд и отводит взгляд, снова прячась в собственном защитном панцире. Чимин протягивает вторую руку и касается нежной прохладной щеки. «Позволь мне быть рядом», — шепчет он, наклоняясь к губам. Сколько раз Юнги представлял себе, как целует их. Но никакая фантазия не сравнится с реальным прикосновением. Обхватывая уже двумя ладонями его лицо и усиливает напор, проникая языком. Нежно и очень медленно. И Чимин на мгновение лишается способности здравомыслить. Тает в его сильных руках, подается навстречу, с наслаждением прикрывая глаза, опьяненный страстным желанием отвечать на ласку от этого мужчины. Но лишь на мгновение. Перед глазами тут же встает лицо мастера. В сознание вихрем врываются воспоминания, как он целует жадно, кусает губы, хватает властно за волосы на затылке, запрокидывая голову назад, а потом дает пощечину. Такую сильную, что звон в ушах не проходит еще очень долго. Нежные прикосновения всегда чередовались с болью и унижением. И Чимин так привык к этому, что распахивает глаза, отстраняется, хватая ртом воздух. Ловит себя на мысли, что инстинктивно ждет очередного удара. Но Юнги лишь смотрит удивленно на испуганное лицо. Он пытается прочесть его мысли, обнять, защитить, заверить, что все будет хорошо. Но Чим пятится назад. Не надо, Юнги, прошу. Его глаза наполняются слезами. Я уже как сломанный механизм, никогда не смогу жить нормально, прости. Отворачивается, вытирает слезы, жмурит глаза, пытаясь стереть из памяти образ ненавистного извращенца. Наверное, мне все же нужна помощь специалиста. Телохранитель стоит, бессильно опустив руки вдоль тела. Слишком поторопился, пытаясь сблизиться. Слишком свежи еще рано. Идиот! Прости меня, Минни, шепчет Юнги. Не отталкивай, прошу. Иди вниз. Скажи Хобби, что все готово, и найди Чонгу Косте. Я побуду здесь, пока остальные не поднимутся. Тихо просит Чимин. Хорошо. Мин коротко кивает, глядя на беззащитную фигуру Пака, который обхватился его за плечи и дышит глубоко, прикрыв глаза. Юнгин бесшумно покидает крышу, расстроенный, что все испортил, совершенно не подозревая, что будет корить себя за то, что оставил Чимина там одного. «Никогда мне не забыть эти четыре года», — шепчет он в темноту. Сзади его лицо накрывает белая хлопковая салфетка. Чимин не успевает ничего сказать, делая глубокий вдох от неожиданности. Перед глазами все плывет, и сознание ускользает от него за несколько секунд. Тихен поднимает телефон с пола дрожащими руками, а Чингук зависает с выключенным феном в руке. «Что такое? На тебе лица нет?» — спрашивает Гук. «Он вернулся!» — испуганно говорит Те. «Кто? Мастер?» — Чингук направляется к нему. Те протягивает телефон с сообщением и фото Чимина. «Твою мать!» — протягивает Гук. «Он увез его? Но как?» — Тихен молча набирает Юнги. «Ты где? Чимин с тобой?» «Что значит, ты оставил его на крыше? Мастер вернулся! Да, твою мать!» — ругается. «Сообщив службу безопасности и исследователю, закройте отель срочно, я уже спускаюсь». Те застегивает рубашку трясущимися пальцами. «У меня был совсем другой план!» — надевает туфли, быстро говорит он. «Мы хотели спровоцировать его, чтобы он как-то проявил себя. Я даже с тобой нарочно сблизился на банкете, зная, что мастер точно отреагирует на это». «Стой! Что значит нарочно?» — Чингук останавливается. «Ты переспал со мной из-за этого маньяка?» «Что?» «Да нет же!» — качает головой Те. «Я говорю про взаимодействие на людях. У этого мастера глаза и уши везде. Зная, как сильно он желал, чтобы мы расстались, я решил показать, что это не так». Они выходят из номера и спешат к лифту. Чингука будто обухом по голове ударили. Мало того, что Чимин в опасности, так еще и Те Хён его использовал в своих планах по поимке мастера. Мог бы и предупредить о своих задумках. Глядя на открывающиеся двери лифта, тихо говорит Чингук. «Ты сейчас издеваешься?» — взрывается Те Хён. «Мой друг в лапах этого извращуги. А я должен оправдание искать?» «Избавь от этого, прошу!» — качает головой. «Конечно же, ты у нас такой охрененно смелый чувак. В прошлый раз, если бы мы тебя не нашли, тоже сам бы справился?» — не выдерживает Гук. «Почему ты не замечаешь очевидного? Почему не ценишь того, что я для тебя делаю?» «Чингук, просто замолчи сейчас. Мне не до выяснения отношений», — раздраженно говорит он. И Гук замолкает, переваривая происходящее. Внизу никого нет, потому что все гости поднялись на крышу смотреть фейерверк. Из соседнего лифта вылетает Юн Ги с ошалевшим взглядом. «На него больно смотреть. Кажется, пока он спускался вниз, постарел лет на десять». «Это я виноват!» — сокрушается, глядя на фото Чимина в телефоне Те. «Давай без страданий сейчас пойдем». Техен перестал быть похожим на нежного и ранимого ангела. Гук аж рот открыл от удивления. А все было просто. Последние месяцы Те только и думал, как изловить этого гада, и сейчас был просто в бешенстве от того, что мастер мыслил на несколько шагов вперед. И пока он там трахался в номере, Чимину угрожала смертельная опасность. «Ну неужели никак нельзя отследить, откуда было отправлено сообщение?» Техен ходит кругами по лобби отеля. Приехала полиция во главе со следователем, и гостей сразу после фейерверка попросили покинуть здание для выяснения обстоятельств. Крышу опечатали, чтобы исследовать каждый сантиметр. Хасок переживает не меньше других, понимая, что в сегодняшней ситуации никто не виноват, кроме этого сумасшедшего придурка. «Может, зря ты выложил его фото в Инсте?» — спрашивает дизайнер. «Нет, так больше людей будет на чеку», — возражает Те. «Но никто же не знает правды. Кто тебя похитил и прочих подробностей», — говорит Хоббик. «Верно. Но шумиха вокруг моего похищения была знатная. Что-то да просочилось. Уж прозвище «Мастер» точно на слуху». Он отправлял послание с независимого сервиса через Даркнет. Кладце в ноутбуке сообщает Юнги. «Ты шифруется, гад!» — сокрушается Чунгу. На чем прокалываются преступники? Те Хён за последние дни проштудировал огромное количество литературы, пытаясь понять психологию человека, одержимого собственным сценарием игры, в которой можно лишить кого-то жизни. Строится масса теорий на эту тему, снято огромное количество фильмов и написано множество детективных историй, но почти всегда преступник прокалывается на собственной наглости, теряет бдительность в какой-то момент. И это играет с ним злую шутку. И если не поймали сразу, то со временем страх отступает, и преступник, жаждущий продолжить начатое, проявляет себя то тут, то там. При этом он постепенно утрачивает осторожность, перестает продумывать свои действия до мелочей, обращать внимание на детали и свидетелей. Мастер наивно полагал, что раз он оказался способен вершить суд над ним, то весь окружающий мир находится под его личным контролем. И никто из обыкновенных людей, которым он, судя по всему, причисляет и полицейских, тварей дрожащих, не посмеет против него выступить. В этот раз его сгубила именно собственная наглость и ощущение безнаказанности. Вместо того, чтобы залечь на дно, он похитил его друга, хотя скорее хотел добраться именно до самого Те. Прямо из отеля, с огромным количеством людей и очевидцев, которых допрашивали в участке. На второй день пришел молодой парнишка со смазливой мордашкой и заявил, что в отеле его в тот день не было, но он подписан на Ви и увидел пост фотографии. Он тоже был одним из его жертв, попав в Цонженхук всего год назад. Скорее всего, именно потому, что прошло не так много времени, этот молодой человек не был сильно сломлен, в отличие от того же Чимина. А еще пользовался доверием мастера и предоставил ценную информацию. Именно Вон-Дже-Бом оказался важным связующим звеном, готовым поведать о планах неуловимого преступника. Его логово находилось 26 километров в городе Сан-Нам. Именно туда он отвозил своих подопечных. Но с Дже у него сложились особые отношения. Симпатичный парень обладал какой-то уникальной способностью убеждать и располагать к себе, что случилось и с мастером. При этом Дже-Бом никаким образом не показывал своего осуждения. Наоборот, он готов был стать его правой рукой, помогать во всем, и сумел за год заслужить доверие мужчины. Это и сыграло с ним самую злую шутку. Если ты преступник, доверяй только себе. Вон-Дже-Бом мечтал стать юристом, и вся эта история Сон-Зе-Хук очень его заинтересовала. Он тщательно собирал всю информацию по крупицам в надежде, что когда-нибудь сможет не просто освободиться, а соберет достаточно доказательств для его поимки. Но до того дня, как он наткнулся на фото мастера в аккаунте Ви и прочел надпись к ней, все было размыто и как-то призрачно. И только сейчас он изучил статьи, где было написано про недавнее похищение популярного блогера неким мастером. В тот момент Дже мысленно отругал себя, что редко читает СМИ. За домом с Аннами установили слежку, и на третий день мастер вышел на улицу. В черно-белой бейсболке и медицинской маске, принимая доставку от 7-11, он нервно озирался по сторонам, быстро принимая пакеты. Разговорчивый курьер пытался поболтать с ним, но мужчина молча кивнул и скрылся за массивной дверью. Полиция не могла просто ворваться в дом, не прощупав почву. Поэтому все приняли выжидательную позицию. Ранним субботним утром, когда уже светлеет, но солнце еще не вышло из-за горизонта, Техен едет за рулем, слушает навигатор, перестраиваясь правый ряд, чтобы свернуть шоссе. Машин мало, поэтому он нарушает скоростной режим, наплевав на правила дорожного движения. Проще оплатить штраф, чем опоздать. А то, что счет времени идет на минуты, Техе прекрасно осознает. Утром мастер наконец прислал адрес, добавив, «Приедешь строго один, ровно через час. Увижу хвост или намек на полицию, твой мини лишится правой кисти». Радовалась, что это был тот самый дом в Сан-Наме, значит, он не заметил никакой слежки. И когда Те подъезжает ближе, то замечает Лексус Чонгука, хмурится и выбирается из машины, размашистым шагом следуя к нему. Чонгук замечает Техена и тоже выбирается из автомобиля. «Ты с ума сошел? Зачем приехал?» шипит Техен. «Ты один туда не пойдешь, ясно тебе?» смотрит уверенно и уступать не намерен. «Да откуда ты вообще знаешь, что я должен был ехать сюда?» «Ты думаешь, ты один общаешься со следователем?» «Они не могут отправить с тобой полицейского, а я вполне сгожусь». «Чонгук забудь, ты не пойдешь туда, это исключено!» мотает головой Те. «Тогда и ты не пойдешь», преграждает путь. «У меня время на исходе, пропусти!» Техен пытается его обойти. «Ты переживаешь за Мини, а я волнуюсь за твою жизнь. Мне хватило прошлой истории, позволь в этот раз сделать все грамотно. Пока мы будем его отвлекать, сзади дома уже начнется штурм, быстро, тихо и аккуратно». Техен не видел его всего три дня, а кажется, целую вечность. После той потрясающей близости в нем что-то надломилось, и та стена, которую он отчаянно выстраивал между ними рассыпалась, словно карточный домик. Хочется прижаться к широкой груди, вдохнуть родной запах и стоять так бесконечно долго. Но вместо этого ему сейчас нужно проникнуть в логово преступника и попытаться отвлечь его. «Бронежилет тебе выдали?» с сомнением уточняет Те. «Тяжелый, как падла!» Ченгук улыбается, постукивая по груди. «Ладно, только без глупостей. Этот идиот может и шокером шандарахнуть, как меня в прошлый раз». Техен направляется к дому, а Ченгук следует за ним. Скорее всего, он наблюдал за ними из окна, потому что, когда они приблизились к крыльцу, дверной замок щелкнул, и в проеме показался мастер. Он уже не выглядел так уверенно, как в первую их встречу, но кивком головы скомандовал войти, сканируя пространство позади них. Ченгук с интересом смотрел на мужчину абсолютно нормального на первый взгляд. Черты лица были слегка аристократичными, но он точно был привлекательным. «Вот и зачем ему это все?» Так и не скажешь, что он сумасшедший. Дом обставлен минималистично, ничего лишнего. Стильная белая мебель и темные, почти черные стены хорошо контрастируют. Он пропускает их вперед, следуя за ними. Абсолютно обычная гостиная и никаких признаков заложника в виде чамина. «Где он?» тут же спрашивает Те. «Терпение, мой друг. Ты же должен был прийти один, но прихватил с собой своего жеребца. Тем хуже для вас. Никто отсюда не выйдет, пока я этого не позволю». Ченгук начинает нервничать. Там, на улице, у него смелости было хоть отбавляй, а глядя на этого странного мужика, его энтузиазм заметно поугас. Он внимательно следит за каждым его движением, готовый тут же броситься на защиту Те. «Хан Юджин, верно?» Те наклоняет голову вбок. «Будем знакомы?» улыбается. Мастер вздрагивает, когда слышит собственное имя. Давно его так никто не звал. С тех самых пор, как он покинул отчий дом, наполненный ужасными воспоминаниями. Где мать устраивала притон, водила сомнительных мужчин, которые за отдельную плату поднимались на второй этаж и насиловали подростка, вжимая в старенький матрас. Потные, грузные, вонючие мужики пихали в лицо свои вялые члены и заставляли брать в рот до тошноты и истерики. А они случались каждый раз, когда сексуальные игрища заканчивались. И тогда Юджин прятался в шкафу, скрывая лицо в мягкой плюшевой игрушке, насквозь пропитанной его горькими слезами. Это имя олицетворение его прошлого, унижения, одиночества и беспросветной ненависти ко всему миру. В день совершеннолетия он сбежал, не оставив после себя даже записки, уверенный, что о его пропаже мамаша будет сетовать только из-за потерянного дохода. И встрется ему на пути хоть кто-то добрый и порядочный, может, и не появился бы этот персонаж с прозвищем «Мастер». Может, и не стал бы он вымещать на других всю свою боль и злость, чувствуя внутри минное поле. Только коснись и разнесет к чертям. Так он смотрит внимательно, будто считывая все его эмоции. Конечно, он не ожидал, что они выяснили его имя и установили личность. Хотя фотографии в профиле Ви говорила сама за себя. Я предпочитаю мастера, а не Юджина выплевывать свое имя, будто змеиный яд. Как скажешь, покладисто говорит Те. И чего ж ты добиваешься? Не верю, что ты плохой человек, убивающий людей. Ты меня плохо знаешь, цедит мужчина, делая круг по большой дуге, обходит их, словно тигр на охоте, смотрит внимательно, особенно за Чунгу, который не скрывает волнения, дергает ногой и стреляет по сторонам глазами. Те Хёну нужно тянуть время как можно дольше, но слова заканчиваются. Хочется встряхнуть этого мудака и выбить из него всю дурь, а еще убедиться, что у меня живой и невредимый. Этот ранимый и нежный парень не заслуживает повторных унижений. В ухе у Чунгу крошечный микрофон, он слышит голос офицера Квона. Мы уже сзади дома, продержитесь буквально три минуты, но ищи глазами укрытия, может случиться все, что угодно, тихо, говорит он. Чунгук нервно оглядывается, прикидывая, что большой диван, стоящий посреди гостиной, тоже сойдет на крайний случай. Его волнение не укрывается от мужчины, который смотрит прищурившись. А че это у нас Чунгук помалкивает? Смотрит внимательно, будто насквозь. И Гук вдруг ощущает всю тяжесть бронежилета, который, как ему кажется, заметен через толстовку. Где-то в глубине дома неожиданно слышится сильный грохот и звон разбитого стекла. Все происходит словно в замедленной съемке. Мастер меняется в лице, сует руку за пояс, доставая небольшой пистолет, и направляет на них. «Стоять и не двигаться!» кричит он, но в эту секунду сбоку раздаются выстрелы, и мужчина тоже стреляет по инерции. Правда, Чунгук успевает оттолкнуть Тихона за диван, прикрывая собой. В кино обычно все не так. Раненые или избитые до полусмерти герои носятся до последнего и эпично побеждают злодея, истекая кровью. Но здесь не гребанная дорама, а суровая реальность, в которой жизнь может оборваться в любую секунду. Боль пронзает все тело, он изо всех сил пытается устоять на ногах, но они предательски подкашиваются, а перед глазами темнеет. Тихен смотрит на падающего Гука, который сначала опускается на колени, как-то странно обмикает, а потом и вовсе заваливается на бок. «Нет!» кричит Тихен, подползая к нему. «Чунгуки, открой глаза, умоляю!» Он рыдает в голос, удерживая его голову на своих коленях. Джинсы пропитываются чем-то теплым и мокрым так быстро, что становится страшно. Крови так много, она буквально повсюду. «Я прошу, Чунгук, я умоляю тебя, не бросай! Еще одной потери я не переживу!» Мастер лежит неподалеку с зажатым пистолетом в руке, смотрит невидящим взглядом в одну точку. Больше он никому не причинит вреда. Глава 22 Мэмори Он знал все о страхах, как никто другой, особенно про клаустрофобию. Натянуть на голову какой-то непонятный тканевый мешок было действительно жестоко. А то, что это дело рук мастера, сомнений не было. Чимин считает медленно до ста, тихо шевелит губами, чувствуя, как грубая холщовая ткань трется о кожу. Это не в первый раз, когда ему приходится в буквальном смысле выживать, испытывая на себе все прелести извращенных фантазий этого человека. Когда впереди тебя кромешная тьма, организм перестраивается, замещая одни способности на другие. Удивительные вещи, вместо зрения подключается слух, обоняние и осязание. Чимин прекрасно слышит, что мастер рядом, чувствует его дыхание, незримое присутствие и замирает, стараясь не провоцировать, но кажется, это злит его еще больше. Я ошибался в тебе, медленно протягивает он, голос эхом отражается от стен, теряясь в тишине. Чимин молчит, и мужчина подходит к нему, переворачивая на спину. От долгого лежания на боку затекли все конечности. Стягивает мешок, и голова гулка ударяется о бетонный пол. Парень морщится с непривычки и от болевых ощущений, моргая часто, вновь обретая способность видеть, пусть и в полумраке. В этом подвале ему доводилось бывать не один раз. Только вот раньше Чимин подчинялся беспрекословно, а сейчас больше этого не хотел. Он смотрит зло, поджимая пухлые губы. Знаешь, что я делаю с предателями? Наклоняется ближе, дышит прямо в лицо, блуждает голодным взглядом. Паку этот взгляд хорошо знаком. Обычно в таком состоянии мастер творил самые дикие вещи, после которых было только одно желание исчезнуть. Не все вам подвластно, мастер, тихо говорит он. Бровь идеальной формы взлетает вверх удивленно. Там же и зависает на некоторое время. Вот как? И это с каких пор мы так рассуждаем? Мастер хмыкает, усаживаясь рядом. Мы знали, что рано или поздно вы проявите себя, проколитесь, и в итоге вся эта история Сонзе Хук закончится без жертв. А кто тебе сказал, что их не было? Довольный смех вызывает у Чамина ужас. На самом деле моя история закончится не потому, что вы такие охрененные следопыты. Твое похищение из отеля прошло без сучка и задоринки. Да и фото, которое маячит в аккаунте Ви двадцатилетней давности. Причина совсем в другом. Чимин смотрит, затаив дыхание. Мысль, что сейчас мастер снова подвергнет его мучениям и унижениям парализовывала. Но он никак не ожидал откровения с его стороны. Хотя такой человек, как он, ничего никогда не делает просто так. И в чем же? Пак первым прерывает затянувшееся молчание. Я влюбился, представляешь? Качает головой, откидывается спиной к стене и прикрывает глаза. Флэшбэк. Вон же бом. Смуглая рука тянется через стол, а губы затягиваются в улыбке. Вы мне сразу понравились. Просто мастер. Мужчина коротко отвечает рукопожатием. Смотрит с интересом и отмечает, что этот парень удивительно красив. Утонченные черты лица, идеальный разрез глаз, аккуратные носа и чувственные губы. И кажется, он осознает свою привлекательность. Купается в его внимании, наклоняет голову и дарит неоднозначную улыбку. Мужчина настолько устал от покорных и надловленных парней, что теперь ему вдруг захотелось чего-то другого. Они познакомились на сайте знакомств, долго переписывались, узнавая друг друга все больше и больше. Переписки эти были очень откровенные и сексуальные. Смесь их обоюдных пошлых фантазий, которые привели в итоге к желанию перейти из онлайна в оффлайн. С каждой последующей встречи мастер осознавал, что это не просто симпатия, а уже нечто большее. Джебом был открытым и неординарным, с прекрасным чувством юмора и обладал удивительным обаянием, перед которым не смог устоять даже он. А потом Джеб узнал про Онзе Хук. Это вышло случайно, но размотало нехилый клубок подробностей, который мастер тщательно скрывал. «Значит, я тоже один из ваших подопечных?» Сидя на подоконнике, он смотрит в окно, обнимая себя за плечи. «Хотел бы», отвечает вопросом на вопрос. «А стоит?» «Нет», вздыхает. «И почему же?» Слезает с подоконника и ложится рядом. «Я бы хотел узнать вас лучше, осознать мотивы». «Тебе никогда этого не понять. Не стоило мною очаровываться, чтобы потом не разочаровываться». «Ну, мне правда интересно». «И ты готов на многое?» «Да». Прокололся мастер именно тогда, когда позволил собственным чувствам взять верх над расчетливостью и прагматизмом. Вся его система рухнула в один момент. В конечном итоге он пообещал ему завязать Сон Зе Хук. Правда не сказал, «Про нулевого Джей ничего не знал». «Зе энту в флэшбэк». «Когда тебя бросают, это больно», произносит мастер. «Он знал про он Зе Хук?» «Осторожно интересуется Чимин». «Да, но поверхностно. Для него была лайт версия». «А потом узнал правду?» «Не знаю, в какой момент все пошло не так, но я был уверен, что Джей примет меня любым, а оказалось нет». «И вы его отпустили?» шепчет Чимин. «Иногда, чтобы доказать свою любовь, нужно обрезать собственные крылья», качает головой. «Да, я его отпустил, но уверен, что он сдаст меня». «Тогда зачем это все?» «Так сказать напоследок». Мастер улыбается той самой плотоядной улыбкой. «Детство – это королевство, где никто не умирает. Там всегда царит любовь, добро побеждает зло, и все живут долго и счастливо». «Тэхен бы сейчас все отдал, чтобы оказаться в таком волшебном мире, потому что происходящее не укладывалось в его голове». Перепачканное кровью лицо Чунгука с закрытыми глазами прямо перед ним, на его коленях. Он все гладит и гладит его волосы, смаргивая слезы отчаяния и беспомощности. «Пожалуйста, Чунгуки, не умирай!» «Дайте пройти!» Бригада медицинских работников уже подготовила носилки и осматривает Чунгука прямо на полу. Ранение вправо бедро и плечо. Главное, чтобы не была задета магистральная артерия. «У нас очень мало времени, перекладывайте его». «Он жив?» шепчет Те, цепляется за рукав мужчина, оставляя красные следы на белоснежной ткани. «Жив, но пульс слабый», коротко отвечает тот, «успеть бы довести». Те-хен молча наблюдает за их манипуляциями, молясь про себя, чтобы врачи сделали все возможное для его спасения. Смотрит, как тело мастера накрывает черной тканью и испытывает даже легкое разочарование, что этого ублюдка пристрелили. Он бы с радостью поприсутствовал на суде и выслушал самый строгий приговор. В коридоре какой-то шум, кажется, полицейские ломают дверь. Те выглядывает осторожно, наблюдая, как с каждым ударом дверная ручка расшатывается. Болтики со звоном падают на пол и катятся в разные стороны. Вероятно, это вход в подвал. Ему не дают туда пройти, оттесняя в сторону, а Те лишь повторяет как мантру. Пусть там будет живой мини, пожалуйста, пусть он будет там. Он стоит, прислонившись в тене и дышит, глубоко чувствуя головокружение. Вам нехорошо? Присядьте. Какая-то девушка в белом халате протягивает бутылку с водой. Но Техен не может сдвинуться с места, слушаясь в голоса. «Здесь человек!» кричит один из офицеров. Вроде бы волна облегчения должна захлестнуть от этих слов, но Техен успокаивается лишь в тот момент, когда видит Чимина. Ее взгляды пересекаются, и он расталкивает окружающих, заключая его в свои объятия. «Живой, Господи! Спасибо, что живой!» Эмоции накрывают с новой силой. Техен уже не сдерживает рыдания, крепко прижимая к себе друга. Отстраняется на пару мгновений, чтобы заглянуть в глаза. «Ты не ранен? Он что-то сделал с тобой?» У Чимина ссадины на лице, рассечена бровь, где ранка уже запекшейся кровью стягивает кожу. «Да нет, я относительно цел, все в порядке», хрипло говорит. Он замечает лужу крови на полу и то, что Техен тоже весь перепачкан ею. Видит тело, накрытое черной тканью, подозревая, что там мастер. «А ты не ранен?» осторожно осматривает его. «Я нет, а вот Чингук да». Снова плачет, размазывая слезы по щеке. «Он был здесь с тобой?» Глаза округляются от удивления, а это кивает на тело. «Он самый. Все окончено, малыш». Снова притягивает его к себе, плачет горько, навзрыд, не верит, что этот ад закончился и думает только о Чунгуке, которого реанимационный автомобиль уже увез в госпиталь. Выходит из злополучного дома, наблюдая столько полицейских машин здесь скопилось. Главное, чтобы не было журналистов. Он сжимает руку Чимина, все еще не веря, что они успели его спасти. Держит крепко и расцепляет пальцы, когда к ним несется Юнги. Этот строгий, скрывающий свои эмоции мужчина, сейчас совсем другой. Когда он услышал из автомобиля, в котором ждал исхода событий звуки стрельбы, его сердце почти остановилось. И дальше оставалось ловить обрывки разговоров от полицейских. Первым вынесли Чунгука, от вида которого у Мина подкосились ноги. А остальные дрожащим голосом спросил он офицера. Оба живы. Преступник, мать его убит. Вот просил же не стрелять, ругается мужчина. Юнги садится на корточке, опуская лицо в ладони. Они нашли его, нашли. И когда вдалеке маячит русая макушка рядом с Техеном, телохранитель прорывается вперед, наплевав на приказ полиции не приближаться к дому. Сгребает обоих свои объятия и счастливо улыбается. Техен кивает в ответ, подталкивая Чимина к нему, и тот прячет лицо у него на плече, утыкаясь в шею. Стоит неподвижно, позволяя гладить себя по голове, слушает его шепот и ощущает безграничный покой. После осмотра в автомобиле скорой помощи им, наконец, разрешают отправиться домой. Юнги отвозит их лично, заверив Тех, что его автомобиль, как и Лексус Чунгука, пригонят помощники из охраны. Техен обрывает телефон госпиталя, доводит женщину из приемной буквально до нервного срыва, и она клятвенно обещает, что позвонит ему лично, как только появятся новости по раненому пациенту. Единственное, на что у него хватает сил, это принять душ и переодеться. Чим кормит муху на кухне, а Техен смотрит на телефон в ожидании звонка. Время тянется бесконечно долго, но хорошо, что сейчас он не один. Мастер вел себя очень странно, будто знал весь исход заранее. В смысле, спрашивает Те. Он откровенничал со мной, сказал, что влюбился и некий джебом скорее всего его сдаст. Но ведь и правда так оно и вышло, удивленно говорит Техен. Их разговор прерывает телефонный звонок, Те хватает трубку. Да, нервно ходит по кухне. Хорошо, спасибо вам огромное, смотрит на друга и оседает на пол. Но что там сказали, это из больницы? Нетерпеливо спрашивает Чимин. Да. Кровотечение удалось остановить, утром можно приехать, тихо говорит Те. Ну и чего ты раскис? Чимин садится рядом с ним. Я так боялся. Голос начинает предательски дрожать. Так боялся его потерять. Ты, тебя уже не смущает, что он виновен в той аварии? Задает не совсем уместный вопрос Чим. Да простит меня мой брат, но нет. Если я не буду с ним, то и жить незачем. Чимин заключает его в кольцо рук, гладит по влажным волосам и радуется, что наконец-то этот упертый баран понял, что для любви не существует никаких препятствий. Чингук открывает глаза и не понимает, где находится. Первое, что всплывает в воспоминаниях, это авария. Он летит по дороге и видит мальчика. Чтобы не сбить ребенка, приходится выкрутить руль, а дальше боли темнота. Слушает датчики собственного сердцебиения и вздрагивает отрезка открывающейся двери. Симпатичный блондин медленно входит, осторожно прикрывая за собой дверь, смотрит как-то виновата и садится на стул рядом с дверь. морщится прикрывая глаза чонгук щеку накрывает теплой ладонь это же я ты хен но гук смотрит недоуменно растерянно он не знает кто такой ты хен в палату входит врач и медсестра тут же проверяют все показатели не обращая внимания на посетителя что-то записывают в блокнот переговариваются между собой ты читает имя доктора на бейджи и с надеждой обращается к нему когда они покидают палату господин ханг а что с ним такое ты просто шокирован от такого чонгука посттравматический синдром у него склонность к этому после сильных потрясений мне жаль придется долго восстанавливаться мы пока не знаем насколько глубоко амнезия насколько глубоко вычеркните последние два года из его жизни вот насколько кричит ты чимин подбегает обнимаясь за плечи а юнги просто ошарашенно смотрит на все происходящее по коридору идет хасок ругающийся с кем-то по телефону да мать вашу за ногу эти ткани должны были привести еще вчера он замечает растерянного те которого обнимает и успокаивает чимин перезвоню подходит ближе вопросительно переводя взгляд с юнги на эту парочку и обратно что случилось ченгук в порядке с опаской спрашивает он настолько в порядке что просто не помнят меня от слова совсем обреченно говорит ты эпилог три месяца спустя во всех снах все неоднозначно реалистичные события могут переплетаться с откровенным бредом но наутро мозг сразу делает дэлит когда ты хену снился юсак джин он отчаянно пытался вспомнить каждый крошечный фрагмент этого сна но удержать рассеивающийся образ с каждым месяцем становилось все сложнее и сложнее ты совсем перестал мне снится джина ты теребит лис на ветке гортензии значит ли это что ты там обрел покой и что делать мне твои родители так далеко закрыты и далеки а я совсем один сегодня ты мне приснился мы гуляли по гранд-парку и как всегда много смеялись но когда я захотел тебя обнять ты отстранился и долго смотрел на меня улыбаясь одними глазами а на прощание сказал теперь тебя есть кому обнимать ты хен молчит глядя на кромку леса большой солнечный круг медленно опускается за горизонт сегодня какой-то особенный закат посреди реки хан которая делит сеул на две части есть небольшой остров и я уиду весной здесь особенно много сакуры поэтому в честь этого драгоценного цветения был организован целый фестиваль не только местные жители и туристы любят посещать остров весной но и бесчисленные дарамы тоже снимаются там в течение всего сезона из-за потрясающей романтичной атмосферы вей был приглашенным гостем на этом самом фестивале поэтому все утро торчал у хасока я тебе гарантирую если он увидит тебя с голубыми волосами то точно все вспомнит дизайнер колдует над костюмом пока его ассистент намазывает яркую краску на голову мне кажется это глупая затея он прикрывает глаза мы уже что только не делали бесполезно врач сказал всему свое время но что если он вообще никогда не вспомнит да никаких что если но как тебе можно забыть золото ты моё хасок встряхивает светло-голубой пиджак кажется готова и смотрит оценивающе чемин забронировал нам столик в ресторане ты останешься ну конечно как я могу пропустить такое мероприятие смеется он юнги не отходит от него да он молодец окружил его такой заботой что мини постепенно оттаивает я рад за них правда осталось с вами разобраться и будет всем счастье ты он придирчиво осматривает себя в зеркале поправляя ласканый пиджака справа на груди приколота массивная брошь ручной работы в виде веточки сакуры это выглядит невероятно символично выходит из гримёрки направляясь к сцене которая расположилась под открытым небом в воздухе витает освежающий аромат смесь сладкого вкуса вишни фрези и ландыша просто объединяет гостей фестиваля с недавних пор весь стал много времени уделять занятиям по вокалу и у него отлично получалось сегодня его песня была посвящена брату он приветствует гостей погружается в первые аккорды собственной композицией обхватывает стойку микрофона и начинает петь красивый голос завораживает публику и восхищенные взгляды направлены только на него я люблю тебя мое вечное лето этой фразой он заканчивает песню слушая бурные аплодисменты ты он счастлив что с помощью слов и музыки можно увековечить его любовь к джину делает поклон стараясь не жмуриться от вспышек фотоаппаратов и спускается в зал где у высокого столика стоят его друзья ты был великолепен ты хони чимин складывает ладони и прижимает их губам не скрывая восхищения такая трогательная песня спасибо мини ты улыбается замечая что друзья смотрят ему за спину оборачивается и замирает чунгук стоит совсем близко протягивая небольшой букет белых гортензий позволь поздравить тебя с прекрасным дебютом протягивает цветы ты он смотрит то на букет то снова на чунгука ты вспомнил шепчет он не все но многое его рука находит талию т я там кое-что написал прочтешь он замечает торчащий между гортензиями небольшой листок сложенный вдвое осторожно берет его жадно вчитываясь в каждое слово без остатка собою заполнил каждый вздох каждый пристальный взгляд почему я тебя не запомнил о любви не такое твердят неприлично красивые руки и прекрасные лисий глаза от отчаяния они от скуки я тебе ничего не сказал ты забрал мою душу и сердце и потерян навечно покой без тебя небо звездное меркнет почему же теперь ты не мой я вплетаю нитью в сознание прошиваю обложку души и живу лишь тем самым признанием бесконечно люблю тебя ви вот и все дорогие мои вот и все история завершена но будет бонус мне по секрету сказал автор адена из ватерлой что будет бонус очень хочется услышать ваши комментарии что вы думаете по поводу этой работы насколько прониклись ей если какие-то пожелания комментарии или может быть возражения давайте пообщаемся в комментариях а с вами была маруся мы совсем скоро встретимся и пока пока